10-го, 01-го, 1-е, 13-го продлили его, 16-го опять продлили. В этом журнале расписан каждый день, когда в Красноярске отмечались неблагоприятные условия. Автоматическая система контроля за вредными веществами, единственная за Уралом, все ключевые показатели выводит на мониторы. Отсюда старший мастер участка газоочистки компании «Красцветмет» каждые 6 минут получает новые данные. Небольшие были приближения к пороговому значению, но превышения выброса не произошло. Операторы отработали, сообщили цехам, цеха приняли внутри мероприятия и выбросы снизились до минимально возможных. Датчик разглядеть не удастся. Отчетная точка установлена на срезе трубы на высоте 90 метров. Она ведет контроль по всем ингредиентам, которые выбрасываются в атмосферу. Трубы и фильтры на этом предприятии играют особую роль. В них спрятаны очистные процессы, от которых без преувеличения зависит рентабельность. Утилизация пыли стопроцентная. Пылевая составляющая в нашем случае содержит драгоценные металлы. И эффективная очистка в нашем случае от пыли, она дает стабильность нашего бизнеса. Потому что все потери, которые мы здесь задерживаем, они все возвращаются в производство и доходят до готовой продукции. По данным специалистов, чаще всего фиксируется превышение именно по пыли. Увеличение длительности периодов черного неба должно сдерживать их количество. Параллельно с этим, всем постам Минприроды дано задание втрое увеличить количество определяемых загрязняющих веществ. С учетом того, что в целом у нас последние, можно сказать, 2-3 года, есть некая тенденция по увеличению дней с неприятными метеорологическими условиями, за счет краевого бюджета будут реализовываться мероприятия по разработке нового тома предельно допустимых выбросов в окружающую среду, в соответствии с которым будут переоценены возможности загрязнения окружающей среды с минимальным воздействием на нее. Только за последний рейд природоохранная прокуратура зафиксировала 5 предприятий, нарушающих природоохранное законодательство. И это от них не мелкие бизнесмены, для которых нет иного пути для существования, как пренебрегать законами. Общественники считают, что действенной мерой для экологических нарушителей может стать увеличение штрафов, чтобы загрязнять атмосферу стало невыгодно именно с финансовой точки зрения.